Утро 7 сентября. Участок улицы Степана Разина от Шкалова до Туркестанской. Техника, рабочие, ремонт дороги в самом разгаре. Движение перекрыто. Сдать этот объект должны были еще неделю назад. Как сообщает городской администрации, здесь продолжается обустройство татуаров. Установка бортового камня, регулирование уровня колодцев и укладка верхнего слоя асфальта на проезжей части. На проблемный участок выехали представители администрации города. Согласно условиям муниципального контракта, сроки сдачи не переносятся. То есть у нас есть время на прием 15 дней. В любом случае, данной организации будет выставлена неустойка за просрочку работы. Ее посчитают и будет возврат часть денежных средств в администрацию города Альмур. Как заявляет подрядчик, дорожные работы на этапе завершения. Но сделать еще предстоит много. Объем работ оказался больше, чем ожидалось, уверяет директор подрядной организации. Объект оказался неожиданно сложным. И сдать его получится только к концу сентября. Все еще осложнено движением машин. То есть это центр города, постоянное скопление транспорта. Днем просто очень тяжело укладывать это все. Стараемся не препятствовать. Основные работы по укладке прямого хода, то есть вечером делать и в ночь. Продяженность улицы Степана Разина около трех километров. Чтобы справиться с таким объемом работы, подрядчик нанял субподрядную организацию. И их представители причины задержки сроков увидели в другом. Были погодные условия, препятствовали задержки в производстве и подаче материала. Но в принципе работа на завершающем этапе. При этом стоимость работ более 50 миллионов рублей. Подрядчик заявляет, что пока получил только 20% суммы. Это около 11 миллионов. В закупках на ремонт улицы Степана Разина участвовали две компании. Выполнить работы за сумму, обозначенную заказчиком, управлением строительства и дорожного хозяйства Оренбурга, были готовы обе. Выиграла торги только одна. В этом здании зарегистрирована фирма, которая ремонтирует оренбургские дороги по муниципальному контракту. Занимает кабинет на втором этаже над автомойкой. Ни вывески, ни другого обозначения, что здесь находится серьезная строительная организация, существующая на рынке более пяти лет. Есть ли у подрядчика ресурсы, чтобы брать на себя такой объем работы? Мы проехались по улице Степана Разина в середине рабочего дня. После отъезда сотрудников администрации темп работ поутих. А это незаконченный участок от Оксакова до Победы, пока на верхний слой асфальта нет даже намека. На обочине строительный мусор, а на проезжей части торчащие канализационные люки. К слову, объект вызвал опасения у контролирующих органов еще до дедлайна. На низкий темп работ указывал и губернатор Денис Паслер еще в середине августа. Вы до первого сентября вспомните контролирующие контролирующие органы? Мне вообще все стараются, конечно. Нет, стараться мне не надо. Мы тут все стараемся, только результаты у всех разные. Вы заканчивайте, пожалуйста. Да. Я еще раз говорю, меня ваша работа вообще близко даже не устраивает к тому, если вы претендуете, вообще работают в следующем году. Выйдет ли организация на торги в следующем году – большой вопрос, но пока важнее другое. Успеет ли закончить работу за три недели или сроки сдачи снова перенесут? Мы следим за развитием событий. Малика Джумалеева, Игорь Бероев, Георгий Бурлуцкий. Новости дня.